всем доброе утро сегодня у нас эфир начнется чуть-чуть попозже но он начинается островок стабильности пока стабилен присоединяйтесь пожалуйста сегодня у нас интересный эфир мы займемся колористикой присоединяйтесь пожалуйста минутка мотивации сегодня будет звучать так чтобы вы не вносили новую вашу жизнь ваша жизнь неизменно начнет меняться и это не хорошо и неплохо это просто факт и страх перемен это естественный страх человека потому что человек по своей природе приучен бояться неизвестности даже самые как говорится тяжелые обстоятельства но если мужик не привыкли в них ориентируемся нам психологически воспринимать проще чем какие-то другие которым мы не привыкли даже если они сулят свободу счастье радость и все такое поэтому человеку должно стать прям совсем невыносимо в тех обстоятельствах которые он есть и должна быть угроза смерти там психической физической только тогда человек начнет что-то делать но есть известная пословица пока не загремит русский мужик не перекрестится вот это как раз проект собственно на этом мясо поэтому знаете есть такая проблема в современном обществе это жертва абьюзинга то есть женщины которые не могут по каким-то причинам уйти от мужчины которые их физически и морально уничтожает и манипулирует при этом они находятся от него в зависимости финансовой психологической обычно у них уже нет своей работы нет своего круга общения и вот они оказываются в такой изоляции с этим человеком казалось бы что проще встань уйди но тут вот как раз срабатывает вот этот страх да что здесь какой бы он не был гад и непредсказуемый но я его уже знаю да я уже знаю когда у меня бьет когда он там что делает и когда он этого не делает а вот я сейчас уйду в новую жизнь а что я там буду делать а вдруг я умру а вдруг у меня нечего будет кушать а вдруг он меня найдет и убьет и вот вот эти все а вдруг превращаются в один огромный камень который не дает нам уйти из-за ведомо плохих условий потому что если тебя бьют это условия плохие из них надо бежать даже если тебя бьют морально это уже плохие условия из них надо бежать никакого насилия по отношению к себе терпеть нельзя это просто вот аксиома нельзя нельзя терпеть насилия в свою сторону просто вот не для того вы как говорится созданы вот это первое что я хотел искать и второе я хотела вот что сказать иногда в переменах нам кажется что вот невыносимо уже никогда ничего не будет хорошо вот уже все вот это вот непонятно что и как это и куда но помните что все проходит не зря у кольца у соломона было кольцо на котором было написано все проходит и это пройдет то есть как бы не было плохо сейчас это плохо когда-нибудь закончится а наши мысли о том что оно не закончится никогда это просто мы впадаем в некое такое состояние ребенка когда ребенок действительно без помощи но не управляет ничем в этом мире за ним всем управляют родители и вот это чувство беспомощности когда ты ничего не можешь сделать это оттуда и искать корни надо там но у нас с вами психологическая минутка мотивационная поэтому закончим мы ее на позитиве позитив будет такой что как бы тяжелая и грустная не была ваша сегодняшняя реальность вот прям сейчас мне всегда можно найти что-то хорошее например что вы живы то что вы живы и у вас работают руки-ноги и скажем так ничего невыносимо не болит это уже хорошо потому как я знаю вот наверное два момента когда действительно в жизни все плохо все настолько плохо что нет ничего хорошего первое это если вы тут не дай бог говорится никому умираете от рака и у вас последняя стадия с болями когда не помогает даже морфин вот там наверное сложно даже мысль о том что ты еще жив наверное может не приносить радости хотя не знаю но наблюдая за такими состояниями за людьми в такими состояниями я предполагаю что все таки там мысль о смерти это уже как говорится за радость и второе состояние когда вот только-только у вас погиб кто-то из близких это тоже действительно такая минута когда ну нет радости в жизни но давайте будем честны с собой такие минуты случаются во первых не у каждого в жизни и не каждый день во все остальные минуты мы всегда можем найти что-то хорошее например то что мы живы то что у нас есть где проснуться что у нас есть крыша над головой да и что ничего не болит ну либо если болит то это можно как-то победить как мою сегодняшнюю мигрень да то есть я проснулась с мыслью о том что у меня очень сильно болит голова но несколько простых действий которые у меня уже отработаны и она уже болит не так сильно я могу выйти к вам в эфир поэтому прошу прощения за такую немножко грустную мотивацию но к чему все это пока вы живы пока у вас есть руки пока у вас есть светлая голова не в маразме вы можете что-то сделать вот вы можете что-то сделать можете и все мои я не могу это я боюсь я не могу равно я боюсь потому что даже люди без ног заходят на крупнейшие высочин одни из самых высоких гор недавно было было была передача человек без ног покорил восьмитысячник не самый высокий не верес но где-то рядом без ног понимаете на руках на плечах просто вот так никто не верил в это а он смог поэтому я к чему что перемены в своей жизни не скажу что их не надо бояться бояться вы все равно будете это естественная человеческая природа да бояться но бояться перемен но их можно в свою жизнь вводить мягко мозг можно в этом плане обманывать то есть не начинать там почему не проходит начать с понедельника да вот все с понедельника я не там не курю не пью не знаю сладкое не ем спортом занимаюсь потому что когда вы отбрасываете одно вас образуется некая пустота которая должна быть чем-то заполнена раньше она была заполнена привычка есть сладкое а что вы себе дадите взамен этого обязательно планируя такие вещи там от чего-то отказаться да надо планировать а что вы заполните чем вы заполните эту пустоту и тогда перемены пойдут легко и плавно то есть вы начинаете постепенно заполнять там вместо сладкого есть что-то другое или там смотря ну зачем вы едите сладкое если чтобы утешиться значит утешаетесь каким-то другим способом если чтобы почувствовать любовь то получаете другим способом и постепенно тяга к сладкому она сама отпадает сама собой или просто пропить цинка как я сейчас вот девочки лайфхак пропили курс витаминчиков цинка и сладкого уже почти не хочется вот ну собственно это все что я хотела сегодня сказать по поводу мотивации на следующей неделе мы с вами в пятиминутных мотивационных эфирчиках будем уже говорить про инстаграм про то как проявляться в инстаграме и этого не бояться так что морально к этому готовьтесь мысленно допустите мысль что вы можете развивать свой инстаграм сами можете подумать как бы это вы могли сделать вот своим незамутненным мозгом выпишите себе и на следующей неделе я буду что-то говорить вы будете смотреть свои записи и дополнять их все приступаем к рисованию самая приятная часть нашего эфира как я и обещала сегодня мы поговорим немножко про колористику я подготовила четыре вот такие веточки и сегодня мы их попробуем попробуем покрасить разными сочетаниями оттенков и посмотреть что будет получаться сейчас я все-таки попробую заточить карандаши девочки если у кого-то есть безотказная хорошая точилка которая классно хочет скиньте мне пожалуйста ссылочки ли вы ее добывали в директор потому что это прям моя боль не могу найти себе классную хорошую точилку все какая-то ерунда получается и дорогих уже покупала и дешевых и железных и пластмассовых в общем как мы с вами смотрели цветовой круг давайте еще раз посмотрим буду вот это смотреть из ботанической иллюстрации так вот у нас выглядит да ну если в разные его интерпретации но вот в основном такой первые цвета это первого порядка желтый красный синий те цвета которые нельзя получить смешиванием дальше все их производные то есть мы начинаем смешивать красный с синими желтыми получаем зависимости от того сколько мы добавили красного сколько желтого получаем какие-то оттенки и вот он наш цветовой круг таким образом получается дальше художники колористы выделили некоторое количество сочетания этих цветов которые приятно значит первый всегда выигрышно смотрится моноцвет а еще надо понимать что вот мы девочками шликах это разбирали сейчас я вам тоже покажу такой момент что имея в виду красный да ну вот давайте на примере вот этого значит вот у нас сектор между красным и синим есть больше синего есть больше красного ну тут еще фиолетовый фиолетовый здесь значит вот тут голубой чисто голубой у нас да да здесь чисто голубой это голубой с чуть-чуть красного побольше красного еще больше красного красный ну вот мы возьмем вот этот сектор, когда у нас красный и чуть-чуть голубого. Получается такая мажента. Вот она у нас представлена в мулине. И мы должны понимать, что все вот эти оттенки, вся эта растяжка цветов это у нас один вот этот сектор. Вот этот вот. А вот этот сектор у нас начинается вот с таких цветов. То есть мы еще чуть-чуть больше голубого добавляем. Да? Чуть-чуть. И переходит дальше еще даже в вот этот цвет. Он тоже вот к этому относится. Просто здесь чуть больше красного, здесь чуть больше синего. И вот этот все оттенки вот эти вот у нас уже потом идут вот к этому голубому. И надо понимать, что вот этот вот тоже вот отсюда вот эти розовенькие бледненькие отсюда. И надо понимать, что это вот вот это вот все сектора нашего круга. Причем они могут быть темнее, ярче, больше синего, меньше синего, больше красного, меньше красного. Но это все у нас... Давайте найдем какой-нибудь прям отличающийся цвет. Давайте из нашей сиреньки. Сиренька. Что же разное бывает? Вот, вот смотрите, вот это у нас растяжка и вот эта растяжка. Эти два. Это все у нас будет один сектор. И даже я говорю, вот это, это тоже этот сектор, просто немножко с другой стороны. Вот. И вы должны понимать, что под этим сектором это у нас не один цвет, а целая плеяда похожих оттенков. Вот. Это вот то, что надо пояснить, чтобы вы понимали. Дальше. В идеале, когда мы вышиваем, мы наши все мулины раскладываем по секторам, да, то есть таким большим кругом и их все куда-то помещаем. Вот. Но это в идеале. Мы не в идеале, у нас жизнь не идеальна, поэтому как уж получается. Вопросик. Вопросик. Скажите, пожалуйста, что за карандаши у вас? А карандаши у меня сейчас акварельная Невская палитра, но я их, честно говоря, не очень рекомендую, потому что очень ломкий стержень. Я заточила коричневый один раз, и видите, что от него осталось. Стержень поломан, просто ломается. Или, может, точилку надо другую. Ну, в общем, короче, не знаю. Либо покупайте реально хорошую точилку, либо какие-то другие карандаши. Я сейчас хочу попробовать Кахинор. Они, конечно, стоят, как крыло самолета, но хотя бы какой-то такой небольшой набор. Я хочу себе взять 32 хотя бы цвета и попробовать ими. Дервента Кахинор полихромус. Нет, не Кахинор, девушки вру. Фабер Кастер Фабер Кастель полихромус. Вот такие. Но я вам расскажу про свои цветные карандаши попозже. Пока вот санет акварельные карандаши. Они не чем хороши, тем, что размываются. То есть нанесенный цвет нанесенный цвет. Давайте тоже сразу покажу, что у меня тут. Края в кустах, все недалеко под руками. Я за водичкой на секундочку отошла. Такой у нас сегодня сумбурный завтрак, но с мигренью какого-то другого сложно представить. И видите, они растекаются. от воды. Здесь у нас карандашный, здесь у нас уже, видите, акварелька пошла. Это свойство акварельных карандашей. Поэтому, когда покупаете, смотрите, Крюр и Фабер Кастел и Дервент, это три такие фирмы карандашные. Они все выпускают акварельные карандаши. Можно посмотреть на Вайл Берис. Сейчас есть. Так вот, возвращаемся к нашим цветовым сочетаниям. Самый такой простой в использовании беспроигрышный вариант это использовать смежные цвета. Вот как мы уже посмотрели. Когда мы берем какой-то цвет в нашем круге, да, и берем которые цвета с ним рядом. Вот, три, четыре здесь вот обычно используются. Ну и вот пример картинки с таким цветом. Да, и еще, как я уже говорила, монохром. То есть, это мы берем не один там красный цвет, да, все оттенки красного ими вышиваем. Тоже классно смотрится. Особенно, знаете, на таких аргументальных композициях, когда вы, например, берете и на белом лине вышиваете разными оттенками красного или разными оттенками синего. Очень классно получается. Дальше, значит, три цвета. То есть, мы берем три равноудаленных друг от друга цвета. То есть, это может быть светофор, там, красный, желтый, синий, либо вот зеленый, фиолетовый, оранжевый, и они тоже создают гармоничную композицию. Но вот здесь, конечно, надо быть аккуратным, потому что оттенки этих цветов надо подбирать подходящие друг к другу. То есть, мы не можем выбрать ярко-солнечно-оранжевый, прям чистый, спектральный, а фиолетовый увести в какую-нибудь такую серую дымку. Это будет странно смотреться, поэтому и нами оранжевый тогда надо выбирать приглушенный, фиолетовый приглушенный, зеленый приглушенный. Либо наоборот, все яркое, сочное, майскую зелень, оранжевый, там, апельсин и какой-то фиолетовый, яркий виноград. Вот. Но это будет много яркого, поэтому какого-то цвета должно быть больше. Вот здесь еще обязательно надо смотреть в процентном соотношении. Какой-то цвет должен быть доминирующим, вот как здесь тыква, его всех больше, остальные цвета как бы дополняющие. И еще такие противоположные цвета на секторе круга. Здесь у нас максимальный контраст, они максимально контрастны друг с другом. И можно, знаете, как делать? То есть брать один какой-то цвет основу, ткань, например, для вышивки, а противоположный брать уже не один цвет, а сектор и вышивать, например, монохром на зеленом, красным, красно-оранжевым и красно-синим. Такой дикотин. Надя, подскажу, что за это моя хорошая подруга Миндвайс. Прям суперполезная, какая прям такая интересная. Ну, вот что-то тут можно чипнуть по построению, по рисунку. Ну, я, если честно, ее только просадаю для вдохновения и пользуюсь вот эти картинки, от этого круга, чтобы вам показывать. Вот. Но почитать можно. Здесь, видите, есть характеристики цвета, как с тон и насыщенность. Мы про это сейчас не говорим. Ну, какие-то такие вот базовые вещи по колористике тоже есть. Так что, в принципе, посмотрите. Но я лучше тогда бы вам рекомендовала, если вы прям хотите колористикой заняться, какую-нибудь книжку по цвету. Итана, например. По-моему, Итан его зовут. Но я себе сейчас собираюсь пополнить библиотеку именно узкоциализированными книгами. Естественно, буду с вами делиться. Но давайте вернемся к нашим оливковым веткам. И вот я вам сейчас предлагаю взять наши карандаши и посмотреть, что мы можем здесь сделать. Какие сочетания мы можем выбрать. мы можем выбрать классику зеленые оливки, темноватые оливки, разные оттенки зеленого. Но эта классика неинтересна. Это вы можете где угодно посмотреть. Я же предлагаю немножко расширить границы. расширить границы, поискать мою вышку с оливковыми ветками в середневых цветах. И вы можете найти. Предлагаю расширить границы и посмотреть, что можно сделать, если поиграть с цветом. Вот оливковая веточка. Но, как вы видите, здесь шесть оттенков. То есть первую я взяла растяжку вот такую сиреневую для листиков. Вот это три разных цвета. Для ягодок я взяла три других разных цвета, но не знаю, видно ли вам разницу. Этот цвет более синий, а этот цвет более коричнево красный. Вот здесь чуть-чуть более синего капельку дону, здесь чуть-чуть меньше синего. Но, в целом, они выдержаны в одном коне, плюс-минус. То есть нет контраста, нет каких-то спектральных цветов чистых, а одинаково приглушены одной той же, например, сепи. Посмотрите этот завтра, где мы играли акварельными цветами и глушили их сепи и чем-то еще. Вот. Они приглушены как бы, то есть разные взятые изначально оттенки, но приглушены одним каким-то наполнителем и получается, сочетаются очень хорошо. Вот. То есть это, например, монохрома. То есть вот эта вышивка, она считается как бы монохромной. То есть у нас один цветовой оттенок, одна цветовая группа цветов, просто они чуть-чуть разные по оттенкам. Вот. Это вот решение в сиреневом. Также мы можем решать в любом цвете. например, мы также берем вот в коричневом. То есть мы изначально себе выбираем несколько цветов из нашей палитры. Ну и вот смотрите, вот этот сюда уже не подойдет. Он уже слишком розовый. В принципе мы можем его ввести, убрав какие-то другие оттенки. Но я не хочу здесь розовый. Я хочу вот наша осенняя палитра. Можно добавить что-нибудь желтенького еще. кленовый листик мы вчера таким рисовали. И как мы будем с вами решать наш... И вот сейчас смотрите, мы возьмем одни и те же цвета, вот эти. Давайте прям проэкспериментируем. То есть мы берем одни и те же цвета, но мы сделаем акцент разный. То есть вот наши раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь цветов. Восемь. но смотрите, в одной веточке у меня акцент, ну как бы основными будут вот эти цвета, а эти дополнительными, а в другой наоборот. И посмотрим, что это нам даст. если у меня цвет основной, значит я его ввожу побольше. Ввожу побольше. карандаши, конечно, лучше, чтобы были заточены, но вот у меня с заточкой проблема. Так ярко-красный я не взяла. она мне не нужна. Что такое-то? карандаш выпадает из нашей палитры. Мне вместо него приходит другой красный. Ну, собственно, здесь не особо это важно. И чуть-чуть акцентами, оттеночками мы вводим наши акцентные карандаши. Ну, сейчас просто делаю такую живописность. Такую прям живописность. все раскрашивать. Я просто вам покажу, как вообще мы это делаем. То есть где-то мы больше добавляем. Но в целом понятно, что у нас желтый цвет превалирующий, а вот эти вот потемнее они у нас их меньше мы используем в нашей работе. Даже когда мы делаем ягодки, они у нас как бы созревшие, да? Все равно мы делаем меньше наших темных цветов. ягодки ягодки у нас потемнее, чем листья, но все равно желтый, оранжевый в ней видны. То есть вот здесь у нас светлые взяты за основу. А теперь мы сделаем другой вариант, где у нас будет больше темных, а желтые и оранжевые вот эти будут только акцентами. я их уже видите по чуть-чуть. И смелее уже более темные беру. беру Продолжение следует... А ягодку, наоборот, могу оставить более светлую. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь мы видите... Выбороковый цвет. Ну, тон. Здесь несколько цветов. Базовым. А другой... То есть какой-то основной и остальные... Их чуть меньше. То есть просто если у вас будет одинаковое количество цветов на картинке и таких, и таких... Она будет немножко декоративно смотреться. Хотя, в принципе, нам иногда декоративность тоже не помешает. Но вот можно, например, если вы делаете скатерть, поиграться. Сделать сначала более светлую веточку, потом более темную веточку. Более светлую, более темную. И расположить эти веточки как-то вот так по кругу, да. Так, мы их располагаем по кругу, чтобы нас не было скучно. Мы делаем более светлую, более темную, более светлую, более темную, более темную, более там... И они как бы все в одних цветах вышиты, но смотреться будут все равно немножко по-разному. И это здорово. И глаз сразу видит эту закономерность, и ему будет приятно глазу. Не скучно. Будет интересное разнообразие. И ничего не надо лишнего выдумывать. Просто одну веточку ушиваем потемнее, другую посветлее. Это классно делать именно вот в ритмичных рисунках на скатертях. Делать разные салфетки, да. То есть делаете комплект салфеток. И делаете там одни посветлее, и другие поярче. Если этот момент понятен, дайте мне, пожалуйста, знать. Сердечко. Ну, или как-нибудь. Что вот вам этот момент понятен. И вообще, кстати, готовясь что-то вышивать, вы можете брать вот такие распечатанные рисунки нашей, своей будущей вышивки, да. И пробовать сделать по-разному. Решить о разных цветах, по-разному играть оттенками, посмотреть, что вам будет нравиться. И уже потом вышивать, исходя из полученного опыта. Вообще, раскраски классно. Я люблю раскраски. И вообще даже думаю, не сделает ли мне практику раскрашивания вообще ввести в повседневную жизнь, там, по 15 минут перед сном, раскрашивать что-нибудь красивое. Хотя бы даже свои оливковые ветки. Но для этого надо большой набор карандашей. Но я к этому иду. Да, вижу, что понятно. Ну, давайте возьмем что-то более сложное. Потому что все-таки монохромные цвета брать достаточно просто. Ну, точнее, не монохромные, а рядом расположенные. Они беспроигрышные. Как их не намешай, все будет красиво. У меня есть еще одна заготовочка. Заготовочка. Так, подложить что-то. И давайте попробуем взять что-то другое. Так, тогда мы возьмем с вами... Желтые. Они потому что заточены. Желтые у нас противолежат желтым синие. Но я не буду брать синий. Я возьму такой бирюзовенький. Так, надо почеркать, посмотреть, что у нас. Синему у нас противолежит желтый. Соответственно, такому охре желто-оранжевому у нас будет противолежать какой-нибудь бирюзовенький, да? Где наша книжка? Куда я нашу книжку? Куда она? Книжку. Посмотрим. Сейчас посмотрим, что там у нас интересного. Вот наш цветовой круг. Вот я не хочу брать зеленые и красные. Это слишком просто. Давайте что-нибудь возьмем. Возьмем чего-нибудь, чего у нас есть. Так, есть у нас розовенький, розовенький, фиолетовенький. Напротив него у нас будет лежать зелененький. Давайте возьмем. Получится у нас весна. Смотрите, розовый, фиолетовый. И вот такие яркие зеленые. У нас получается весенняя весна. Сюда же красный еще возьмем. Вот. Но тут смотрите, что мы будем делать. Зеленый мы сделаем основным. Много зеленого у нас будет. Но дадим такие розоватые на него акценты. Чуть-чуть вот так. Да? То есть, если бы мы вышивали, мы бы вышивали весь листочек зеленым, а потом в одну ниточку сделали бы такую розовую вставочку. Вот это солнечные листья у нас. Даже один я зеленый возьму. Даже второй мне тут не понадобится. Листики, которые более в тени. Более в тени. Я добавлю вот такого фиолетового. Даже сюда чуть-чуть фиолетового. Тут мы либо ищем подходящий оттенок мулине, который у нас получается из мишени зеленого и фиолетового. Это сероватые будут оттенки. Либо сверху потом в одну ниточку накладываем. Где-то побольше сделаем розовенького. Такие у нас лучи восходящего солнца, да? Освещает нашу оливку. Вот, что у нас получается. Конечно, прям ярко. Ну-ка я сейчас вот так сделаю. Да, так вот более естественные цвета. Ну, давайте посмотрим, вот что у нас получалось. Я просто фильтрик забыла снять. Здесь у нас более светлая, здесь более яркая. Так же и здесь мы делаем. Ну, а ягодки сделаем, наоборот, темными. Их у нас немножко, поэтому темненькими. Вообще, на самом деле, любой цвет можно, ну, я имею в виду не оттенок, а именно цвет. Любой цвет можно придумать сочетание с другим цветом через подходящие оттенки и их комбинацию. Просто некоторые сочетания у нас более подходящие к данному мероприятию, да, а некоторые нет. Некоторые оставляют, например, вот классическое сочетание желтого и голубого, да, он хорош для флага, для какого-то логтипа, государственной компании, но для одежды, желтый верх, голубой низ, ну, такое смелое решение, не всем подойдет. А если мы берем, например, уже не прям не желтый-желтый, а какой-то персиковый с каким-нибудь, не знаю, там, бирюзовым, и уже совсем другие сочетания. Хотя персиковый он относится к группе оранжевых, бирюзовый относится к группе сине-зеленых. То есть тут интуиция, девочки. Качайте интуицию и насмотренность. Смотрите больше, отмечайте те сочетания, которые вам нравятся, отмечайте те вышивки, там, работы, которые вам нравятся и думайте, почему, какие цвета использовал мастер, что он делал для этого. И так повышайте свою насмотренность. Ну вот, я сделаю сиренево-голубой, а теперь сделаем наоборот больше сиренево и меньше зеленого. То есть здесь мы листья делаем. Ну, вы уже, знаете, здесь даем волю своей фантазии. почему бы нам не сделать оливку в таком розовом цвете. Кто ж нам запретит, как говорится. Ну, чтобы вы понимали, я сейчас беру одни и те же цвета, одну и ту же цветовую палитру. А зеленый я его добавлю, но я его добавлю акцентом и на ягодку. Здесь бы я, конечно, взяла бы потемнее зеленый, но у меня он не заточен. поэтому беру такой зеленый. Вот видите, как он сменяется настроение. Мы работаем, но берем разные соотношения по процентам цветов. И, кстати, то же самое мы делаем и в вышивке. Вот классический у нас курс, базовый курс розы классические. Там, например, у нас одна палитра, но все работы, все вышивки смотрятся по-разному, потому что где-то мы берем побольше светлых цветов нашей палитры, где-то побольше темных, ярких, и оно смотрится по-разному. Кстати, скоро будет набор в декабре, мы повторим классические розы. Так что, если хотите, можете себе запланировать. Точнее, мы в декабре будем собираться, в начале декабря, а сам курс пройдет на январских канитулах, потому что розы – это радость, вышивка, приближение весны, а после Нового года мы все сразу начинаем думать о весне. и опять же надо будет подготовиться к 8 марта, потому что к Новому году мы готовимся сейчас, уже скоро начнем. Вот. Немножко еще осень повышиваем и начнем к Новому году готовиться. А к 8 марта сразу после Нового года можно начинать. Открою вам небольшой секрет, у нас все-таки будет в этом году подготовка к Новому году, мы будем вышивать новогодние сюжеты, но это будет отдельным мастер-классом и посмотрим, если что-то толковое получится. Ну, я думаю, что толковое получится, но если будет продолжение, то будет какое-нибудь интересное продолжение. У меня есть идейка одна, хочу ее протестировать отдельным мастер-классом. Как вам понравится. Вот. Где еще можно использовать? Ну, вот, смотрите, разница у нас, да? Я думаю, что разница прям видна. Здесь у нас больше зеленого, здесь больше сиреневого. Но при этом обе работы прекрасны. Очень классно. Здесь вот у нас в золотых. Здесь, видите, все цвета близкие друг к другу. А здесь у нас уже контраст фиолетовый и зеленый. Вот. Будьте смелее. Пробуйте. Если у вас какой-то цвет выбьется, вы сразу это увидите. И что делать, если вы выбрали палитру? Причем, палитру можно тестировать вот так на квадратиках, да? То есть вот себе рисуете какую-то такую растение. И смотрите, что потом из этого выбивается. Что делать, если цвет выбился? Можно взять его побледнее, да, посерее. То есть выбирать какой-то оттеночек немножко более бледный, более серый, более голубой, более желтый. Тут в зависимости от того, что у вас выбилось. сейчас у нас палитра мулине 400 с лишним цветов и в принципе хватает реально на все. То есть можно выбрать какой-то немножко другой оттенок в этой же цветовой схеме, да, в этом же свете. Но он будет уже более гармонично смотреться в вашей работе. Если это понятно, дайте мне, пожалуйста, знать вашим сердечком. Ну и где мы используем наши цветовые схемы, это у нас вот вышивка. Здесь у нас аналоговая схема, все цвета похожи. Что еще мы делаем, когда делаем работу? Тоже такой небольшой экскурс. Мы обязательно цвета повторяем. То есть вот у нас есть такой кирпичный цвет, он у нас в ягодках в основном использован, но его оттенок мы ввели и в листья дуба, его оттенок он сам у нас есть в листьях шиповника, и видите, он уже равномерно распределен, и потом я еще его использую, здесь видите, веточки с маленькими ягодами, то есть прямо этот оттенок, он тоже тут будет, и он будет у нас гармонично, равномерно распределен, но при этом его чуть-чуть, и он не бросается в глаза, то есть он не выбивает, потому что центр композиции у нас вот этот желтый, большой желтый подсолнух. Курса начнем собираться на него с понедельника, в понедельник будет вся информация, я просто знаю, что вы его ждете, очень хотите, как раз время вышивать лисень, чтобы в ноябре заняться уже у нас зимой. В понедельник будет вся информация, в понедельник я уже оформлю это все на гид-курс, и либо в следующий понедельник, ну, через понедельник, либо уже на следующей неделе я открою вам доступ, и сможете уже вышивать. Сюжеты, кстати, классные, я вот специально здесь искала время, вышивается быстро, буквально за 2-3 дня по вечерам можно его полностью осилить, то есть я тут даже по таймингу вышивала, нормально получается, быстро. Там поймать принцип, а дальше одно больство. Вот, ну, на сегодня давайте мы уже будем завтра наш прекрасный заканчивать, заканчивать. Спасибо, что были со мной, мы почти час сегодня занимались. И еще маленькая информация, кто ждал продолжения марафона по погружению, оно будет, и сегодня, чуть попозже, в течение дня, следите за моей лентой, будет пост, будут сторис на эту тему. Я сегодня всю информацию выложу, и можно будет уже присоединяться. Можно уже будет потихоньку собираться. Что у нас будет на курсе на вот этом маленьком продолжении марафона? Мы с вами вышьем три сюжета на разные темы, вышьем цветы, вышьем небольшое животное с шерстяными ниточками, как, собственно, мы планировали. В принципе, его можно будет и простыми ниточками вышить. И еще один такой небольшой фантазийный сюжет на тему зимы. То есть будем готовиться немножко к зиме. Ну, просто, чтобы ваши вышивки сразу пошли в дело, вы их могли использовать на упаковку для подарков, какие-то милые мелочи, может, какие-то елочные игрушки. В общем, мы тоже будем работать простыми швами, но уже более так детально и уже будем создавать небольшие изделия. Так как близко будет, соответственно, будем какие-то продумывать подарочки к Новому году. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всем пока. Следите за лентой.